Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 21 августа. Это значит, что лето у нас уже закончилось, последняя декада августа. У нас традиционно в сибирском регионе в это время уже и ночи холодные. Сентябрь, можно сказать, уже через 10 дней сентябрь будет. А сентябрь у нас в сентябре могут даже быть первые ранние осенние завороски. Этот год парадоксальный. Я сейчас покажу вам несколько мест в огороде. Наконец-то я выбрала хоть 5 минут, чтобы сделать видеообзор. Кто смотрит меня постоянно, знают, что я жалуюсь и говорю, что нынче год парадоксальный. Я всегда думала, что если посеять как ступенчато в разные сроки посева, то этим ты обеспечиваешь себя. Но так было до этого года. Такое равномерное поступление урожая. Я же всегда одна делала, занималась всем этим. И вот я сажу рано, потом средний, поздний. И постепенно они у меня созревали. Я этот урожай собирала вот так партиями небольшими и справлялась сама. Но этот год из-за жары он спутал все карты. Вот смотрите, я вам показываю теплица. В теплицах вызрело уже все давно. Ясно, что август месяц, конец августа, это и ладно. Но у нас и в открытом грунте тоже все уже вызрело. Урожай, как я уже говорила, обрушился неожиданно. Одновременно и ранние посевы, и средние посевы, и поздние посевы. Мы уже грядки некоторые вообще убрали. Остались томаты. Вот видите, вот там видно, хоть еще и стоят томаты, но они уже кусты пустые. Мы их уже не поливаем, ничего уже с ними не делаем. Все там уже обобрано. Это несмотря на то, что это место, я вот вам говорила, там тень от забора соседей. Короче, там такое место, что там самый поздний урожай я собираю. Обычно в конце сентября, в средине сентября. В этом году, конец августа, вызрело уже все. Остались такие, как зеленые полноценные кусты, только в чудо-теплице и в уральской. Потому что там я высаживала, кто смотрел меня знает, самые поздние сроки. Там они еще благоухают, цветут, еще будут они плодоносить. Остальные все очень быстро томаты поспели. Сейчас пройдемся, я вам покажу пустые грядки. Вот видите, вот так выглядят грядки в огороде. Но это уже остатки на выброс убраны. Вот эти грядки уже давно, уже все травой заросло. Сейчас надо готовить грунт, на будущий год перекапывать, удобрять и все. Кстати, зачем зашла вот сюда в теплицу, видите белые пятна? В этом году я решила, что это будет тот год, когда я проведу плановое известкование почвы. Мы все очень часто разговариваем и зимой, и летом о вершинной гнили. Вот когда остроносенькие томатики, начинается там вершинка. То есть они как засыхают, у них носики. Сухая гниль такая. И я говорила, что у меня вершинки не бывает, очень редко. И вот в этом году я показывала вам банан оранжевый, в теплице был, на двух плодиках, даже на трех. Я нашла вот этот носик сухой. Это значит, что пора провести известкование почвы. Сейчас маленько с урожаем расквитаюсь, я вам расскажу. Но я уже скажу сразу, что вот здесь я добавила доломитовую муку по инструкции. Купила специально известь пушонку, доломитовую муку. Я даже сама не успеваю это сделать. Попросила сына, он все это раскидал, все это перекопал. Смочили, я закрыла пленкой. И вот сейчас, уже в августе, у меня, на удивление, очень рано, началась подготовка грунта к будущему году. Пленку вот сейчас я закрыла. Сейчас закрою ту и эту дверь, у меня будет пропаривание вот этого грунта. Это такая, как бы, естественная дезинфекция. У нас сейчас стоит жаркая погода, также по-прежнему 29 градусов. По-прежнему у нас вот этот зной, весь, все лето, который нас преследовал, он до сих пор еще не ушел. Вышло пораньше с утра, чтобы было не жарко. И вот, короче, смотрите, в этом году делаю известкование. Достаточно один раз сделать 4 года. Процедура, конечно, она трудоемкая, не очень такая легкая. Все это надо перемешать, эту известку шумку или домовламитовую муку. Но это обезопасит меня еще на следующие 3 года от того, чтобы не появлялись вот у длинноносеньких томатов вот эти вот сухие вершинка, сухие носики. Также сейчас посею сидираты. Это тоже нужно делать, потому что я здесь из года в год, из года в год, но в данном случае здесь уже лет 10, наверное, выращиваю томаты. Для того, чтобы они были полноценные, росли, нужно грунт, ну как, немножко улучшать, восстанавливать структуру. Все это я в прошлом году осенью рассказывала, в этом году тоже буду рассказывать, что делаю я. У всех способы разные. У меня вот здесь уже посеяна горчица. И вот эта пленка, которая прикрыта, она не только для того, чтобы пропаривалась, вот этот грунт пропаривался, но еще для того, чтобы не высохла земля, в которой посеяна горчица. Потому что посеяв горчицу и не прикрыв пленкой, я много раз видела, что верхний слой грунта высыхает, и она не всходит. Плохая всхожесть. Теперь я буду, я надеюсь, чуть свободнее, и я буду, конечно, все показывать, как обычно. Хотя бы видеообзоры хоть раз в неделю буду делать, потому что изменений очень много. Если во второй теплице у меня видели, там все голо, все уже подготавливаю грунт, то первая теплица, у меня она немножко занята. Я показывала, что я здесь подсадила маленькие томаты, ну как второй урожай. И они у меня уже, видите, вот маленькие помидорки, это новые уже, другие совсем, те я выдернула. Конечно, я тут уже не ухаживаю за ними, никакие колышки не привязываю. Просто хочу посмотреть. У меня же здесь подогрев грунта, вот второй год. Ой, вон уже большие томаты, сейчас подождите, перейдем. Вот такие томаты, это уже у второй волны томатов. Просто хочу посмотреть, второй урожай может вызреть или нет. Вот подсаженные вторая волна томатов, это у меня новинка, ни разу так не делала. И еще новинка. Тот ряд я подсадила, а вот эти вот, видите тоже, ну, ой, где они, вот он. Новые образуются. Это я оставила стволики у пудовика. Вот они первые у меня росли. Видите, стволы оставила, чтобы не подсаживать новую рассаду. Все, короче, убрала, обрезала, стволы оставила. И на стволах дала возможность вырасти двум-трем пасынкам. Вот есть же такой метод или способ продления плодоношения томата через пасынок. Чуть попозже, может быть, будет время, покажу. Но вот эти томаты у меня здесь, в первой теплице, часть подсажена новых, молодых. А вот это вот, это пасынки, которые вырезали на стволах старых томатов, высаженных рано-рано здесь. Цветут вовсю. Как я уже говорила, свежие остались растения только в чудо-теплице и в уральской теплице. Смотрите, вот 2,80 высота и центральный ряд дорос до самого верха. Они все еще, вот козулы у меня тоже, там на самом верху еще помидорки формируются. Все они зелененькие, свеженькие. Вот эти томаты будут, это будет, наверное, у меня как самый-самый последний урожай. На улице им было жарко, а здесь, я говорила, что она стоит немножко в тени от дома. И тут хорошее проветривание. Тут они у меня не горят. Вот эта глаколула очень высокая. Она тоже под 3 метра уже вытянулась. Вот здесь будут самые последние томаты. Сейчас в чудо-теплицу зайдем. Ну и, конечно, позднее плодоношение, где еще спеют вовсю и зеленые формируются вот эти плоды, это в чудо-теплице. Я сейчас отдельно о ней расскажу, потому что многие спрашивают, как мое впечатление, какие выводы вот за лето я могу сделать от чудо-теплицы. Тут растут томаты прекрасно. У меня очень хороший здесь урожай. Ну, Пазиль, ты что с ума сошел? Ой, он исцарапал мне всю чудо-тепличку. Вообще она выглядит как новенькая. Смотрите, ее не унесло, не покоробило, ничего. Она еще даже не замаралась, хотя стоит весь сезон. О ней сейчас буду рассказывать подробно в отдельном видео. Ну и на ступенях томаты, которые я говорила, что они самые последние. Вот когда мы уральскую теплицу ставили, сделали ступени в последнюю очередь. Здесь они, конечно, еще... Тут вот у меня что? Лампа Алладина. Они тут еще и формируют завязи. Я их даже не буду прищипывать, потому что они... Ну, сколько хотят, пусть столько плодоносят. Вообще этот год был очень странный. Не сказать, чтобы он был как... Да, то, что тепло, было хорошо. Но были сложности к тому, что мы-то все-таки рассчитывали. У меня все запланировано вот на постепенное, на такое... На умеренную погоду. Мы от такой жары в шоке. И сразу хочу извиниться перед всеми своими заказчиками, кому обещала, как всегда, не выполнила обещание. Обещала за 10 дней ответить, ответить не смогла. Вот эта масса томатов, которая... Она прям не лежит, она не ждет. Сегодня сорвешь, они все переспелы. Если сегодня не переработаешь, завтра уже выбрасываешь их в мусорку. Потому что жара. Что на улице жара. Что домой занесешь жара. Хранить негде. У нас в этом году огромный урожай яблок. Яблоки такие большие, красные выросли. Очень много томатов. И жара плюс жары в том, что нет никаких грибных заболеваний. Тут о фитофторе даже говорить нечего. Нет никаких ни гнили, ни сырости, ничего. Томатам это нравится. Да, они показали хороший результат. Они очень быстро поспели. Но тяжело справиться с таким потоком урожая. С единовременным. И что-то сразу с ним сделать. Сезон 2020, конечно, уже у нас подходит к концу. У нас в сентябре уже начинается традиционно. И уборка всех этих кустов. И подготовка грунта. Все. Постараюсь, как обычно, не выбиться из колеи. Постараюсь все, что я делаю, показывать. Но вот этот месяц, месяц август, был, конечно, сумасшедший. Завалило нас томатами. Мы с Катей тут все ходим в помидорных семечках. У меня даже в голове эти помидорные семечки. Мы ничего не успеваем. На нас падают помидоры, как звездопад есть. А у нас томатопад. Зайдешь в теплицу, они уже попадали, как яблоки на полу. Вообще очень жалко, конечно. Но оказалось, что мы в сибирском регионе не готовы к такому единовременному урожаю. Мы привыкли постепенненько. А, вот начала про ответы. Сижу, я специально встаю и в 5 утра, и в 6 утра. Отвечаю, отвечаю, отвечаю на письма. Отвечу всем. В распечатке все ваши оплаты у меня сохранены. Очередь ваша никуда не денется. Ну вот извините, тут еще много времени и нервов потратила я на больную собаку. У нас же Мэри Клещ укусил. До сих пор вожу ее под капельницу. Утром 2 часа сидим, держим ее за ноги, чтобы она иголочку не выдернула из вены. И вечером 2 часа. А днем она на стационаре у нас там лежит, как тяжело больная. Ну сейчас ей стало лучше, но она болеет уже 8 дней. И вот последние 8 дней, это конечно нервотрепка. Потом вам ее покажу, она похудела. Вот оказывается, никогда в жизни я этого не знала. Оказывается, маленький Клещ может укусить собаку, и она может даже умереть. Вот с нами на стационар ездили на капельницу. Одного пса даже усыпили, потому что он уже стал умирать. Все мучает. Чтобы облегчить ему мучения, его усыпили. Не хочу заканчивать на такой грустной ноте. С Мэри все хорошо, она выздоравливает. Вот вчера первый раз за 8 дней поела. Чуть не с пальцем откусила у меня кусочек мяса. Вырвала прям. И потом еще бегала за мной весь вечер. Чувствовала, от меня пахнет мясом. А ей есть нельзя помногу. Ей нужно давать помаленьку. Это так, как она из концлагеря вышла. Она такая худая у нее. Пищеварение все это нарушилось. И вот теперь выхаживаю ее, мою маленькую Мэри. Все, до свидания. Желаю всем хорошего. Всего хорошего, извините за то, что опять задержалась с ответами. Но это так бывает каждый год. Тот, кто у меня много лет заказывает, несколько лет, они знают, терпеливо ждут, знают, что это горячая пора. Никуда я не денусь. Все равно я потом отвечу, но с задержкой. Они терпеливые. Уже прислали по 7-8 писем. Чем еще больше загрузили мою почту, закидали и работать невозможно. Ну ладно, ничего. Все это образуется. Сейчас, как только снег выпадет, меня с огорода природа выгонит. И я буду сидеть за компьютером и всем все подробно объясню. Все. Вот так нас укусил клещ, что лежим под капельницей. Сейчас покажу. Вот капает в клинике. Целую неделю Мэри болеет после укуса клеща. Очень плохо себя чувствует. Внимание. Продолжение следует...